С момента прошлого заседания неоднократно собирались рабочая и нормотворческая комиссии Совета депутатов. И в повестке дня множество насущных вопросов. Первый докладчик – начальник финансового управления Ленинского городского округа Лариса Калмогорова, которая рассказала об исполнении бюджета муниципалитета за прошлый год. Благаю утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области за 2019 год по доходам в сумме 8 млрд 295 млн 410,7 тысяч рублей, по расходам 8 млрд 26 млн 595,3 тысяч рублей. Большинством голосов депутаты приняли отчет. Прошу голосовать, кто за? Единодушны народные избранники по отчету о деятельности телевизионной комиссии муниципалитета. Взражения были лишь у Павла Грудинина, который, видимо, не нашел времени ознакомиться с документами. Забыв о выявленных контрольно-счетной палатой колоссальных выплатах экс-главе совхоза имени Ленина Елене Добрюнковой, этого депутата, тем не менее, очень интересовали зарплаты руководителей других поселений. Муниципальное образование, в том числе и Володарское, исполняли свои полномочия сами или передали все полномочия в Ленинский муниципальный район тогда. И если они передали, то почему такие огромные расходы на содержание администрации? Прокомментировала ситуацию председатель контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа Елена Егорова. При экспертизе отчета об исполнении бюджета проверялось в том числе соблюдение нормативно-правовых актов, утвержденных решением представительных органов соответствующих поселений. Нарушений в исполнении этих нормативно-правовых актов, в том числе о выплатах лицам, занимающих муниципальные должности, нарушений установлено не было. И подобных вопросов не по существу была масса. Чтобы заседание окончательно не превратилось в цирковое представление, и игру одного не очень хорошего актера, председатель Совета депутатов Станислав Радченко, остудил пыл Павла Грудинина и напомнил ему о его прямых обязанностях. По поводу вашего эмоционального поведения, все-таки, ну, поспокойнее, Павел Николаевич, вы лучше появляйтесь на своем округе. У меня многочисленные обращения от жителей, что по вашему, что по округу 24, где вы вообще не появляетесь с момента избрания. Собственно говоря, эти округа у нас сегодня как дети без мамки. Мы их передаем друг другу, что называется, каждый депутат приезжает время от времени решать ваши, как депутатов, проблемы. Я вам напоминаю, что вот и спасибо за поддержку финансового управления Алексеем Петровичем. Мы все-таки выделили 3,5 миллиона на водопроводную сеть Дебилдина, которая постоянно у нас там, собственно говоря, жители Будаража. Напоминаю, что мы все-таки сделали на вашем округе, Павел Николаевич, можете себе в актив записать, значит, тротуар до границы зоны горки Ленинский. И, значит, в ближайшие 2-3 недели от город Ленинский тоже пойдет дорога и тротуар уже к нам на территории горки. Следующей важной темой стал вопрос о назначении проведения публичных слушаний по проекту устава Ленинского городского округа. Для принятия устава муниципального образования его проект выносится для обсуждения на публичные слушания, проводимое по инициативе главы муниципального образования. Для их проведения требуется заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципально-правового акта, а также другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования. Сейчас проект будущего устава изучается депутатами. До 10 августа они могут внести свои правки и пожелания. А дальше дело за жителями. В заключении собрания народные избранники утвердили официальный день празднования Ленинского городского округа. Он назначен на вторую субботу сентября.